Глубоко уважаемый Георгий Иванович, Лев Михайлович, Светлана Анатольевна, коллеги, позвольте поделиться с вами нашим опытом неонкологии в системном лекарственном лечении диссиминированной меланомы кожи. Первый клинический случай – это молодая пациентка, 34 лет. Сразу хочется отметить, что начало анамнеза заболевания у данной пациентки имеет довольно типичный сценарий. В 2008 году она отметила появление пигментного образования в левопридушной области. И только в 2011 году она обратилась для его удаления в неспециализированное учреждение. По гистологическому заключению был получен диагноз «пигментный невус». И уже через несколько месяцев на месте удаления, на месте львовца появилось пигментное образование. Было выполнено широкое сечение в уже специализированном учреждении. Получена гистологическая верификация меланомы. Пациентка далее наблюдалась. И в июле 2013 года было отмечено прогрессирование в лимфатическом узле с последующим проведением оперативного лечения. В декабре 2013 года отмечался опять местный рецидив с последующим оперативным лечением. Пациентка наблюдалась. Далее и в марте 2014 года отмечено прогрессирование с метастазами в печени, в легких. Было начато системное лекарственное лечение в рамках нашего внутреннего клинического исследования. Применение декарбазина в сочетании с метформином. Было проведено 10 циклов. И эффект терапии отмечался стабилизацией. Довольно долгий был эффект терапии. После 10 циклов, через практически год лечения, было закончено введение цитостатиков. Пациентка продолжила прием препарата метформин. В это время было проведено дообследование. Выявлена мутация БРАФ. И только в сентябре 2015 года было отмечено прогрессирование в виде появления очага в мягких тканях правого бедра. И в этот момент мы столкнулись с определенным вопросом в выборе дальнейшей лечебной тактики. Перед нами в нашем арсенале были следующие возможности. И мне бы хотелось задать сейчас вопрос нашим уважаемым коллегам. В данной ситуации пациентка молодая, 34 года. Состояние стабильное во внутренних органах, в легких и в печени очаги были стабильны. Появление очага небольших размеров в мягких тканях правого бедра. Какую бы лечебную тактику дальнейшую выбрали вы? Есть у кого-нибудь мнение по этому поводу? Ну, если... Разумеется, скорее всего, не бедра прав. Если у вас нет возможности сдавать, то есть, родители, а может быть, про перегрузки? А может, я перегрузку? Нам повезло. В данной ситуации у нас был довольно широкий выбор, большой арсенал возможностей. И в тот момент, учитывая, что у нас была открыта расширенная программа доступа к эпилемумабу, пациентка находилась в стабильном состоянии, течение заболевания было контролируемым, прогрессирование было медленным, мы выбрали эту опцию. И с сентября 2015 года по ноябрь 2015 года было проведено 4 введения. Нежелательных явлений терапии не отмечалось. Но, к сожалению, через 4 месяца после окончания терапии было зарегистрировано прогрессирование. Причем нужно отметить, что оно дважды подтверждалось. Первое прогрессирование было через 12 недель после окончания терапии и повторно через месяц также подтверждено. Еще к тому же появилось новое образование в мягких тканях довольно больших размеров, 3 сантиметра. Гистологически подтвержденный диагноз – меланомы. Опять мы встали перед выбором в дальнейшей лечебной тактике. Есть мнение по поводу... Но если нет, я сразу скажу, что в данной ситуации, учитывая, что темпы прогрессирования были бурными, увеличение очагов было значительным, лечебная тактика была обсуждена с пациенткой, и выбор пал на терапию ингибиторами БРАФ. С 1 мая 2016 года была начата терапия вемрофенибом в полных дозах. Доза дважды редуцировалась ввиду выраженных нежелательных явлений и была остановлена на дозе 480 мг дважды в день. Сразу после начала терапии пациентка отмечала клинический эффект – это выраженное уменьшение очагов в мягких тканях, она стала себя лучше чувствовать. На дозе 480 мг нежелательные явления закончились. При плановом обследовании в июле 2016 года было выявлено несколько очагов размерами до 2 мм в головном мозге, никакой клинической неврологической симптоматики не отмечалось. То есть это было плановое обследование, случайная находка. На данных снимках показана динамика очагов в печени. Первый снимок от августа 2015 года – это контрольный снимок до начала терапии эпилемумабом при стабильном состоянии очагов в печени. От марта 2016 года – снимок, показывающий прогрессирование в печени. И последний снимок 13 сентября этого года – последнее контрольное обследование. Это состояние очагов в печени на фоне терапии эпилемумабом в дозе 480 мг дважды в день. Состояние очагов в головном мозге… Вемрофенип. Извините, вемрофенип. Состояние очагов в головном мозге стабильное. Последнее обследование было буквально в сентябре месяце. И даже есть тенденция к уменьшению. Пациентка получает терапию, чувствует она себя хорошо, нежелательных явлений не отмечено. Она планово направлена к радиологам для решения вопроса о целесообразности стереотоксического лечения очагов в головном мозге. В дальнейшем, возможно, будет рассматриваться вариант интермитирующей терапии вемрофенипома с перерывами. И тут, конечно, встает вопрос об обеспечении препаратом. Пациентка самостоятельно приобретает препарат, но не возникает сомнений, что при такой эффективности терапию, конечно, следует продолжать. Второй клинический случай. Это пациентка 56 лет. Вем, пожалуйста, может быть, вопросы есть у аудитории по ведению пациентки этой? Нет? Нет? Тогда переходим ко второму случаю, да? Второй клинический случай. Это пациентка 56 лет. В 2007 году было выполнено удаление меланомы кожи левого плеча. Пациентка. Был верифицирован диагноз меланомы, после чего было проведено широкое сечение после операционного рубца. Два года пациентка наблюдалась. И вот в августе 2009 года было выявлено прогрессирование метастатическое поражение акселярных лимфатических узлов. Слева было выполнено оперативное лечение. В дальнейшем пациентка в течение двух лет, участвуя в клиническом исследовании, получала дювантную вакцинотерапию. И в феврале 2012 года было выявлено прогрессирование, отмечался рост очага в правом легком, ранее расценивавшись как фиброзное образование. Было выполнено оперативное лечение. Подтвержден диагноз меланомы. В феврале 2012 года отмечалось прогрессирование, появление вновь местного рецидива в правом легком. Была выявлена мутация БРАФ, и с октября 2012 года пациентка получала терапию доброфенибом и траметенибом в рамках клинического исследования. Эффект терапии, частичный РГРС, на данных снимках представлено наблюдение длительностью около двух лет. Через два года, в июле 2014 года, отмечено прогрессирование заболевания, увеличение очага в 10-м сегменте правого легкого. Было вновь выполнено оперативное лечение. Несмотря на прогрессирование, пациентка продолжила получать терапию виморофенибом до прогрессирования в 2016 году. Еще два года сохранялся эффект. Не было очагов после удаления рецидива. Снова у меня вопрос к вам, уважаемые коллеги. В данной ситуации, учитывая то, что опция лечения таргетными препаратами уже исчерпана, на тот момент в нашем арсенале было меньше опций, меньше возможностей. И, возможно, у вас есть мнение по поводу дальнейшей лечебной тактики? Как бы вы поступили в данной ситуации, учитывая, что пациентка уже получила современное лечение? Все еще хорошо себя чувствовала? Клинически она чувствовала себя хорошо. Есть мнение о химиотерапии? Какое мнение есть? Георгий Иванович? Там же была нижняя лобоктомия с медицинальной диссекцией. Что после операции? После операции неоперабельная. То есть, да, взаимодействие с клеврой там было. А еще доктора и сыктывкара, я знаю, что сидят. Ваше мнение. Что бы вы делали? У вас же такие пациенты тоже есть? Химиотерапия. Химиотерапия. Есть еще мнения какие-то? Нет, что иммунотерапия. Иммунотерапия. Но, к сожалению, в тот момент в нашем арсенале уже не было опций проведения иммунотерапии. Программа ширинного доступа, купили МАБУ, закончилась. И мы выбрали химиотерапию. И из схем химиотерапии мы опирались на опыт наших московских коллег из российского онкологического центра. Доклад, Светлана Анатольевна уже упоминала об этом, был представлен на АСКО, который показывает эффективность комбинации поклитоксилокарбоплотин у пациентов после прогрессирования на таргетной терапии. У пациентки было проведено три цикла химиотерапии по схеме поклитоксилокарбоплотин. Лечение она переносила довольно тяжело. Были выражены осложнения. Четвертый цикл, запланированный, был отменен на виду аллергической реакции на примедикацию к таксолу и ослабленному состоянию больной. После второго цикла по данным контрольным обследованиям отмечалось уменьшение очагов, но в рамках стабилизации после третьего цикла отмечался частично регресс. Перед нами тогда встал вопрос о дальнейшей лечебной тактике. Но учитывая ослабленное состояние больной, мы ее отправили под наблюдение, оставили ее под наблюдением. В сентябре, в июле она провела контрольное обследование, отмечалось уменьшение очагов. И в последнее контрольное обследование, вот с сентября 2016 года, вы видите снимки до начала лечения, до начала химиотерапии, состояние после таргетной терапии, после прогрессивной таргетной терапии и на сегодняшний момент. Пациентка сейчас чувствует себя удовлетворительной, все нежелательные явления оккупированы и оставлены под наблюдением. Спасибо за внимание. Нет, почему? Абсолютно он имеет право. По-моему, вчера, да, вчера Алексей Викторович в двух своих сообщениях говорил о том, что для того, чтобы было эффективно как таргетной, так и иммунотерапии, необходимо сделать максимальную циторедукцию для уменьшения опухолевой массы. Я почему задал вопрос в отношении оперативного вмешательства, потому что здесь даже ценой пневмоноэктомии операция бы не была радикальной, она бы не привела ни к чему хорошему, кроме как ухудшить состояние пациентки и снизить все возможности химиотерапевта. Значит, зависит от ситуации. Несомненно, да. Анна Игоревна. Возможности реиндукции таргетной терапии, направленной на операцию. Анна Игоревна, такая возможность есть, была у нас такая возможность, что касается пациентки, первого клинического случая, молодая пациентка, мы рассматривали вопрос реиндукции, но, учитывая бурный рост очагов, мы решили перейти к терапии, которая даст наиболее быстрый ответ, именно к таргетной терапии. А вот в этой ситуации, возможно, реиндукция таргетная терапия, возможно? И так же комбинация терапии, брав ингибиторов с мерк ингибиторами для снижения токсичной, возможно, токсичной, для токсичности лечения. А я бы хотела еще раз обратить внимание на этот случай. История заболевания и течения заболевания. Сколько времени больная под наблюдением, сколько времени она получает с медсоциатической формы лечения? Выходит, сколько лет? С 2007 года, да, 9 лет. Так что, вот доказательство того, что с помощью современных препаратов мы продлеваем однозначно жизнь пациентов и переводим такое вот страшное заболевание, как медсоциатическая меланома, в разряд хронических заболеваний, которые нужно так же лечить, как остальные заболевания. Согласны ли, да? Может, какие-то комментарии? Я хотел задать вопросы. Правильно ли я понял, вы так быстро пролистнули, что я не сумел вникнуть. Последние несколько месяцев, может быть, даже больше, чем полгода, эта пациентка из-за токсичности химиотерапии не получает никакого лечения, но в то же время есть объективный эффект. Да. Пожалуйста, как вы это трактуете, расскажите. Это довольно необычное наблюдение. В нашей клинической практике, наверное, первый такой случай. Я повторюсь, что мы опирались как раз на опыт наших московских коллег, которые видели намного более часто подобную реакцию на применение данной схемы именно после прогрессирования на терапии таргетными препаратами. Для нас этот клинический случай стал открытием в последнем времени, чтобы такой длительный период, пациентка, не получающая никакого системного лечения, сохранялся эффект и продолжалось уменьшение очагов. То есть эффект не только сохраняется в рамках стабилизации. Это эффект, на самом деле, да? Или эффект химиотерапии? Тут, мне кажется, совокупность. Михайлович, это дискутабельный. Может быть, Терен Санна поставит? То есть нам скажут, мне создаётся впечатление, что вот проведение химиотерапии, она послужила пусковым моментом для запуска своего аутоиммунного ответа. Мне вот так кажется. Я согласна полностью с Георгием Ивановичем. Уважаемые коллеги, я согласна полностью с мнением Георгия Ивановича, потому что, на самом деле, мы в настоящее время знаем, что химиотерапия, она тоже обладает иммуномодулирующим действием. И здесь вот именно химиотерапия, мне кажется, был запущен эффект уменьшения опухолевой массы таргетным препаратом. То есть, по моему пониманию, удалены те клоны опухолевых клеток, которые, так скажем, обладали чувствительностью к препарату и были наиболее, может быть, агрессивными. Химиотерапия, она внесла в опухолевые очаги те необходимые изменения, которые изменили соотношение клеток иммунной системы и опухолевых клеток. То есть, химиотерапия внесла вот в этот гипоксичный очаг, гипоксию, то возможность активации иммунной системы, которую мы видим у пациентки в виде клинически зарегистрированных уменьшений регресса или стабилизации опухолевых клеток. То есть, я вот так это расцениваю. – А можно спросить, вот токсана и платина – это разве расхожий вариант или это ноу-хау недавняя? – Нет, нет, это совершенно стандартная схема лечения, она применяется в системе лекарственного лечения меланомы. – Но если сравнивать с декорбозином, то в чью пользу будет преимущество? – Наверное, я затруднюсь с ответом, думаю, что эффективность одинаковая. – Примерно одинаковая. – Примерно одинаковая. – Преимущество, да, вот вы говорили о химиотерапии, преимущества какого-либо режима химиотерапии не существует. Я не знаю, что вот на местах проводят доктора, может быть, вы скажете нам, какие режимы. Но сегодня мы озвучивали и монохимиотерапию, и комбинированная химиотерапия. Но преимущества особенно, каких-то особенностей не существует. И доказано, что только полихимиотерапия более токсична, чем монохимиотерапия, это однозначно. Может быть, доктор, да, Владимир Николаевич, по-моему, да, может быть, вы что-то нам скажете, если кто-то, заведующий химиотерапическим отделением. – Добрый день, коллеги, очень приятно. Мы проводим, как правило, химиотерапию, у нас возможности таргетные крайне ограничены, мы их никогда не использовали. И иногда бывает сочетание цветостатиков с иммунотерапией. Высокодозная, например, одевантная, либо палеотивная, тоже высокодозная иммунотерапия с токарбазином. Такие варианты. – А какую дозу Вы используете? – Интерферон. – А? – Интерферон Вы имеете в виду? – Да, интерферон. – Индукция 20 миллионов, счетная. А дальше уже поддержка. – Спасибо. Есть еще какие-то комментарии? – Нет? – Ну, я думаю, что мы поблагодарим Екатерину Михайловну. Спасибо большое за интересные сообщения. – Спасибо. – Спасибо.